Всем привет! Меня зовут Елена, и вы на моём канале «Живой вежу в Италии». Сегодня будет у нас вязальная тема. Я вам покажу, как мы закончили октябрь, что связалось новенького, старенького. Покажу также, что уже связано за эту неделю, как бы в ноябре. И что вам хочу сказать. Помните, да, что нас приняли на ярмарку, которая уже начнётся через месяц, и у меня паника. Я пересматриваю все свои изделия, пересматриваю список, что у меня есть чего нет. Тут за эту неделю как раз очень много чего продалось, поэтому у меня ещё больше паника. Так, теперь не хватит, у меня теперь ни до этого, ни до этого. То есть даже некоторые вещи, там вот как шарф у меня, например, продался на этой неделе. Он у меня был моей гордостью и как бы моим лицом. То есть предположительно на ярмарке он должен был показывать самую мою, как это сказать, дорогую, самую мою красивую работу. И как бы стоил он тоже немало. Я за него просила 120 евро. Но так как человек брал ещё дополнительно другие подарки, наборы, и мне пришлось сделать скидку в итоге. Сделала небольшую скидку. В принципе, шарф я вам поставлю фотографию. Какой шарф. Я его вязала по описанию, по описанию, мастер-класс, видео в ютюбе. Это Наталья Емельяшина, по-моему, да? Вот, и я у неё смотрела на ютюб-канале этот мастер-класс и вязала. И он связан полностью из меринос, стопроцентный, би-би-би. Такой цвет он уже больше не выпускается, насколько я знаю. Ну, я не встречала больше. И как бы у меня его нет. Там ушло очень много пряжи. Ну, полкило на этот шарф ушло. Но он очень красивый. Он очень такой фактурный, шикарный. Он классный. Ну, всё, его продалось. Мне, с одной стороны, жалко, а с другой стороны, я рада, что он продался, что кто-то оценил и до сих пор получаю. Ещё целую неделю получала комплименты за этот шарф. Короче, я довольна, я рада в этом плане. Вот, продались ещё носки, митинги, повязки. То есть я такая, ё-моё, что теперь у меня? Теперь всё, как будто бы у меня всё купили. Естественно, у меня ещё есть коробки с этими изделиями. Но всё равно, знаете, когда минус 5, минус 3, минус 2, это уже минус... С другой стороны, что мне на ярмарку, я боюсь, что мне ничего будет везти. И мы начали с мамочкой вязать усиленно. Моя сеструлечка сейчас находится в Минске. И она тоже там старается. Короче, в 6 рук мы вяжем. Да. Сейчас я вам покажу, что связалось, как бы дополнить наши коробочки. И, кстати, подумываю ещё, знаете, что думаю, может быть, в каком-нибудь видео, уж там ближе к ярмарке, я вам покажу мой склад, мои коробочки, контейнеры, как их назвать, ещё не знаю, со всеми изделиями. То есть я их раскладываю там, повязочки туда, митинги сюда, митинги другие, там с пальчиком в другую коробку, носки, детские изделия, шарфики маленькие эти, Софи, шарфы большие, шапки. Это всё у меня по этим коробкам уже разложено. И как-нибудь, скорее всего, ближе к ярмарке уже я вам покажу, сколько у меня чего. И вы меня поддержите. Может быть, скажете, да, и хватит. Может, скажете, нет, не хватит. Вяжи ещё, давай. И я надеюсь, в принципе, всё продать, чтобы у меня ещё были заказы на дальнейшем. Ещё до нового года там будет время до Рождества. Так что я надеюсь, что у меня всё продастся и ещё будут заказы поступать. Поэтому я ещё заказала пряжу. Мало того, что у меня придёт ещё один абонемент на пал декабрьский. Ну, как бы это уже будет в декабре, и этих ниток у меня не будет, носочной пряжи. Но я ещё заказала на 100 евро носочные пряжи, которые мне должны прийти, я думаю, на следующей неделе. Там сколько моточков? Я уже не помню. То ли 11, 12. И там, значит, будет опал и регия. Я вам всё покажу, когда это всё придёт. И как бы это меня тоже немножко успокаивает, что будет в наличии... Просто я хочу там потом, когда буду на ярмарке, поставить такую, сделать витрину, где будут моточки пряжи, из которых можно связать ещё носки, если кто-то пожелает. Вот, то есть, чтобы у людей был выбор. Так, ну что, начнём. И начнём, ну что ж, начнём с носков. Носки связала моя мамочка. Связала вот такие вот носочки. Ну, понимаете, да, они не стираны. То есть, это ещё остатки с бобиной пряжи. У меня ещё есть чуть-чуть на бобине, как бы там ещё, наверное, получится, ну, пары-три. Вот, я просто не хотела до конца уже извязывать эти все бобины, чтобы, мало ли, кому-то надо будет размер побольше или поменьше, или какие-то другие пожелания, чтобы у меня было. Потому что больше такой пряжи я нигде не куплю. Я уже на складе там, в этом стоковом магазине нет. Нет такой. Вот, так что, вот такие носочки связала моя мама. Они, значит, размер 38-39 будут. И здесь есть кашемер. Я уже рассказывала про эту пряжу. Так, это что у нас носки? Только вот одна пара. Теперь у нас в процессе маленькие носочки детские. Да. Я носки вообще не вязала на этой неделе. И я почему-то решила, что мне надо вязать срочно повязки. Потому что повязки продались. И мне кажется, что у меня их мало. И маленький выбор. То есть пересмотрела. Они какие-то все большие. И очень много у меня из ангоры. Таких крупных, тёплых. Я подумала, что надо срезать немножко что-нибудь такое более полегче. Не такое, скажем, дичанное. Не такое толстое. Так, в итоге. Так, начнём вот с этих. Вот это. Вот так чёрные, как всегда, отлично. О, хотя хорошо смотрите. Вот с таким перехлёстом. У меня есть мастер-класс на такие повязки. Если кто хочет связать, пожалуйста, проходите. Смотрите, лежите. Вот это всё меринос. Би-би-би. Фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Да. 50 грамм 90 метров. То есть в одну ниточку английской резинкой. Вот таких повязочек я связала. Это что из мериноса? Это я и моя мама, хочу вам сказать. Да. Она всё боялась вот эти перехлёсты делать. Но в итоге научилась. И в принципе у неё хорошо получается. Вот такие вот повязочки. Так. Дальше. Вот такая повязка связалась в виде эксперимента. Потому что эта нитка, кстати, осталась от носочков, которые вязала моя сестра. Мыши. Вот она мыши вязала. И вот такая осталась. Это Ализе. Ализе что-то там тра-та-та. Но факт в том, что здесь, по-моему, 70 или 50 на 50 здесь шерсть и акрил. Но она, в общем, мне понравился очень цвет. Смотрите, это всё ещё не стирано. Так что немножко может быть такой видок не фактурный. Но, в принципе, мне уже нравится. То есть, даже так. Тоже английская резинка. Очень красивая получилась повязка. Мне нравится. Так. Дальше. Дальше. Изангоры. У меня есть изангоры уже повязки. Но они там в две нитки. И они очень толстые. Очень большие. Поэтому мы решили связать вот такие вот потоньше. В одну ниточку. То есть, тут одна побольше получила, другая поменьше. Размер. Вот. Вот такие вот красивые повязочки. Тоже. С такого цвета. У меня есть ещё голубой, белый. Надо будет ещё, наверное, других цветов связать. Ну, вот такие вот повязки. И ещё повязка. Вообще повязки... Извините. Простите. Что-то мне... Так. Повязки вообще эти вяжутся очень быстро. Я раньше, когда ездила в Минск часто, то есть, получалось у меня на самолёте полтора часа. И потом на поезде два часа. Я пока в аэропорту посижу. То есть, у меня за одну поездку я могла связать две повязки. То есть, она за два часа, я заметила, спокойно вяжется эта повязка. То есть, очень быстро. И пряжи уходит только один моточек. Как бы, если так вот на окружность головы, 50-54, даже 56. Спицами номер четыре. Ну, короче, можете посмотреть мой мастер-класс. Там у меня показано измереноса, как я вяжу. Вернее, расчёты какие, сколько набираю. И из ангоры. Это и там разные. Разный вид пряжи и разные параметры пряжи. Разный наборочный, наборный край тоже. В том плане, что петель кое-где набираю на 21 петлю, кое-где 17. Так, кстати, хотите, да, вот это вот 17 петель здесь. 17 петель вяжу. А здесь вот на 20. На 21. И вот, видите, всё зависит. Многое зависит от пряжи, конечно, какая она. Вот эта более толстенькая. Да, кстати, она в две ниточки. Это в одну нитку. Но если бы в одну, это была тонкая, потому что она очень... Ну, не очень, но она тонкая. Она больше подходит подносочнее. Вот. Так что, посмотрите мой мастер-класс. Там интересно. Да, и вообще тут... И вот такая повязка. Вот смотрите, я вам покажу. Она сейчас... Она ещё не постирана. Вот эта вот пряжа. Я из неё вязала митинги, вязала... Что-то ещё вязала. А шарфик... Мамочка моя связала шарфик Софи. И эта пряжа очень интересная. Это бобиная пряжа. И здесь как бы она как букле, не букле, но сама по себе очень тонкая. Вот повязка связана в две нитки. Шарфики, по-моему, один есть в две нитки вязался, другой в одну. Мамочка захотела бы экспериментировать, и получился тоже неплохой шарфик. Но здесь вся фишка в том, что после стирки это совсем другое полотно. То есть я эту повязку ещё не стирала. Но я вам покажу митинги, которые были связаны и которые, получилось так, свалялись. Я их оставила в сушилке. То есть я их постирала вручную. Стиралка у меня была занята и не хотелось мне ждать. Я думаю, дай-ка я их сразу в сушилку. И на деликатный режим поставила. То есть там потихоньку оно крутится, сушит. И длится, по-моему, где-то 30 минут эта сушка. Я думаю, ну хорошо, я где-нибудь на середине открою и достану. Потом, естественно, меня кто-то отвлёк, позвонил. То есть я зашла ещё, посмотрела, они влажные. Не то, что влажные, они мокрые. Ещё были такие, как положено. Думаю, ну ещё минуточек пять. Потом меня кто-то отвлёк. Я занялась, тра-та-та-та-та-та. Или по телефону, или что. Короче, слышу, моя сушилка уже телеликой зовёт меня, что она свою работу сделала. Очень хорошо, спасибо. Прихожу и достаю валенки. Короче, больше, что случилось с митингами. То есть вот сравните. Ладно, здесь лицевая гладь. Но она сама уже по себе после стирки, обычной сушки, обычной становится вот такая. А тут ещё подвалялась немножко. И вот, смотрите. Но зато они классные. Они получились классные. Они такие вот... Мне нравятся. Тем более, что пряжа, она сама такая пружинистая. Она очень тянется хорошо и возвращается на своё место. То есть вот такие вот митинги суперские получились. Я в восторге. Хотя, когда после... Только что связанные, они были... Они были такие вот... Такие вот жиденькие. Вот такие вот какие-то большие. А сейчас очень даже классно. То есть сейчас посмотрю, что получится с повязкой. Ну, естественно, я уже не буду. Всё, с сушилкой вопрос закрыт. Никакой сушилки. Только отжим. Чентрифуга у меня будет на 800 оборотов. Не больше. Я иногда на 400 ставлю. Иногда на 800. Но больше я рисковать не хочу. Потому что ещё плюс. Туда попали и мои вот эти вот митинги. Что? Вот. Из Ангоры. То есть тоже вот из этой вот. И они тоже свалялись. Но они, конечно, пострадали больше. Пострадали больше. Потому что эта пряжа не такая пружинистая. Ну, хотя... Но здесь пальчик получился чуть-чуть. Так сложновато его взорвать. Ну, для маленькой ручки. Может быть, для какой-нибудь детской ручки. Ну, в принципе, просто что мама вязала эту пару для того, чтобы сделать обмен с другой парой. Получилось так, что связалась в одной паре. Пальчик был... Дырочек отверстий для пальчика получилось больше на одной митинге. А на второй меньше. И я говорю, мам, не надо. Она такая, о, я распущу, распущу. Говорю, не надо распускать. Свяжи вторую пару. Просто чтобы у тебя было тоже. Один отверстие для пальчика больше, а другое отверстие меньше. И она такая... И вот она связала. Но я же все испортила. Все испортила. Теперь надо вязать, наверное, еще одну пару, чтобы, так сказать, возместить. Ну, вот две такие пары. В принципе, пусть будут. Может, кому-нибудь подойдет. Естественно, я их тогда буду продавать незадорого. Потому что, ну, мне будет стыдно, что изделия не идеальны. Так. Что-то мои... Это я смотрю, у меня кошка вот ходит на улице. Какая-то прибитая. Что в последнее время что-то творится с моими котами непонятное. Так. Дальше. Что еще? Чем закончился октябрь? Повторюсь, детская, да, мне не хватало. Вот связала такую шапку. Помните, у меня есть такие шапочки только с пумпошками. Здесь я решила связать ушки. Она еще тоже не стирана. Вот такая шапочка. И рукавички. Не, пальчик вниз. Вот. Такой комплектик. Я так посмотрела, что это будет где-то на ребеночка. Два годика, три, скорее всего. Такая милая шапочка. Вот. Такая красота. Тоже отправляется в стирку. Сегодня суббота. Как раз буду все стирать и давать ей дотомку. Так. Что еще? Еще я вам покажу. Манишки. У меня заказали две манишки и шапочку. То есть, одна манишка идет с шапочкой для девочки трехлетней. Помните, я говорила, да? И вторая для бабушки этой девочки. Вот такая вот манишка. Это беленькая. Тоже это би-би-би. И это тоже фу. 50 метров 90. Ой, 50 грамм 90 метров. Такая вот хорошая. Очень красиво получилось. Тоже еще до ВТО. И вторая. Помните, я вам показывала, да? Вот что? Уже в прошлом видео. Вторая вот такая. Это для бабушки будет. То есть, вам она кажется, что-то тут цвет моргает у меня. Что она белая, но она не белая. А что с цветом происходит? Что какие-то, да, идет. Видите, какое-то освещение вроде бы. Вот такие две манишки. Как бы... Сейчас посмотрим. Я уже, по-моему, я умею пока. В прошлом видео. Вот. Красивенько, да? Это вот будет для бабушки. То есть, если что, можно подвернуть. Сделать вот так. Тоже очень хорошо смотрится. Да? Даже вот с этим вот сферочком, смотрите, как красиво. Это для моей начальницы на работе. Она у меня попросила. То есть, человек работает в визуальном бизнесе, скажем так, сколько? Сколько лет? Лет сорок, наверное. И она уже на пенсии. Просто еще уходит на работу, как бы, на короткие, там, на полдня. Но факт в том, что она говорит, я села шарф вязать, уже шесть месяцев его вяжу. И вот только-только связала. Я говорю, ясно, любовь к вязанию. Короче, вот будут это. Ей шапку еще не связала. Я же ждала, что она мне пришлет эти параметры головы. Но в итоге она забыла. И внучку не померила. В итоге буду сама вязать, естественно. По таблице. Нашла таблицу. Там, как должно быть, она, окружность головы 50 сантиметров. Обычную ребенку три года. И высота шапки, по-моему, там идет 17-18 сантиметров. Так что я буду придерживаться вот этого варианта. И буду так вязать. Ну, а там уже говорю, если что, принесешь, я тебе перевяжу или свяжу другую. Если вдруг не подойдет. И сейчас... Да, сейчас у нас идет... Это продолжая детскую тему вязания для детей. Ой, закасалась. Вот такие шапулечки. Тоже мне их еще надо постирать. Я ниточки уже заправила. Все. Две вот такие шапочки. Вот это на новорожденного, а это уже на ребеночка два годика где-то. Так, естественно, это просто завязывается вот в такую дулечку. И вот такая шапочка получается. Вот видите, какая милая. Закрывается вот клинями вот так. А это побольше. Просто чисто я их связала для разнообразия, чтобы было из чего выбрать. То есть, пумпоны пумпонами, ушки тоже есть. Вот. А будет еще вот такая дулечка. Вот. Здесь я... Чтобы не заворачивался край, связала два ряда резинка один на один. Он все равно заворачивается. Ну ладно, не критично, но я думаю, что после стирки, после утюжки все это выпрямится. Вот. И как бы, да, закрываю четыре клина. Здесь связано в две нитки эти шапочки. Это пряжа газа baby wool. 50 грамм, 175 метров. Рекомендую спицы 2-3... Нет, это, подожди, 3 миллиметра. Но я вязала в две нитки, и у меня были спицы 3,75-3,25. Потому что я когда вяжу по кругу, у меня рабочая спица, которой я вяжу, всегда больше. А с которой я уже снимаю петли, та меньше. Мне так проще. Они быстрее соскакивают и как-то быстрее проходит процесс. То есть, и в две нити, да. Вот. Здесь у нас еще что-что-что-что. Я не сказала. 40% акрила, 20% кашемир и 40% мерина. То есть, состав очень хороший. И по ощущениям она очень приятная. Вот. Это мне привезла Анжелочка моя, сеструлечка из Минска, эту пряжу. Потому что у нас здесь, знаете, у нас здесь все намного дороже. Пряжа эта есть, она продается, но она стоит... В два раза дороже. Понимаете? Вот так. Так. Ну вот. В общем, все изделия я вам показала. Да. Показала. Вот что у меня связалось-навязалось. И сейчас я уже думаю, надо, наверное... Я уже как-то пробовала. В прошлом году, по-моему, вела такую статистику. Сколько у меня связано за месяц. Так, немножко, хватит ходить уже. Туда-сюда. Туда-сюда. Такая статистика. Сколько связано. Изделий. И сколько по весу вывязано. И все такое. Не знаю, заняться опять этим или нет. Но, скорее всего, вес. Я не знаю, насколько по весу. Но по изделиям мне хотелось бы, да, собрать такое видео в конце месяца. И показать. Вот в этом месяце связано вот столько. Тут получается, что вяжу я. Вяжет моя мамочка. Вяжет моя сеструлечка. Она, кстати, скоро приедет. Тоже привезет чемодан изделий, которых навязала. И будет такой видеоотчет. Сколько связано, навязано нашей семьей. Семейный подряд наш. Да. Вот. Думаю делать. Не делать, не сделать. Такое видео. Думаю, что сделаю. Будет, может быть, интересно. Вот. Так. Что еще хочу сказать? Еще хочу вам рассказать, что на следующей неделе мы будем участвовать в марафон. Забег. Забег, заход. Потому что там можно бежать. Можно идти. Кто что хочет. Чисто женский. Называется корень роза. Он проходит в разных регионах. Здесь в Италии. В поддержку женских заболеваний. Раковых заболеваний. То есть, например, все сборы, которые собираются за участие в этом марафоне, они идут на покупку какого-нибудь, как это сказать, не инструмента, аппарата для лечения, для измерения, для типа вот что маммограф, да, маммографию делать. В прошлом году покупали за эти деньги, собранные. То есть, мы участники платим 13 евро за участие. И там можешь бежать или 6 километров, или 12. Там 6 с половиной, потом получается 13. Можно бежать, можно идти пешком. Главное, что всем потом, значит, всем даются номера, всем даются надписи на грудь, значит, у которых написан номер и имя. И розовые майки даются. И в пакетики разные там вкусняшки, там печеньки, сок и всякие скидочные эти предложения, буклеты на скидки разные. Я вам покажу обязательно. Дело в том, что я смогу забрать вот эти торбочки только в субботу за день до марафона. Марафон будет в воскресенье 12-го. Так что в субботу вам покажу, как только съезжу, заберу. И обязательно вам покажу, что находится в этой торбочке. И всё, и мы бежим. Значит, очень много у нас этих участниц всегда. Потому что там потом ещё концерты. Потом нас ещё там кормят. Стоит большущая-большущая палатка, в которую мы после уже марафона заходим и кушаем. Очень много людей. Перекрываются дороги здесь. И надеюсь, что не будет дождя. Потому что под дождём бежать как-то не очень хочется. Ну, повторюсь, вряд ли мы будем бежать. Потому что моя мамочка тоже захотела поучаствовать. Вот. И как бы получается, что будем моя мамочка, я, моя дочка и моя племянница любименькая. Вот четыре девочки. Мы побежим. Пойдём. Побежим. Вот. Вчера вечером уже вышли списки с нашими номерами. И как бы мы в предвкушении. Мы-то с Анечкой, с моей доченькой уже бегали, уже участвовали. Мы почти в каждом участвовали. Последние два года только, по-моему, не участвовали. Потому что мы ли тут, знаете, всякие болезни ходили и всё такое. А так мы практически в каждом марафоне участвовали. Каждый год. Вот. Всё, я вам рассказала про марафон тоже. Что ещё? Да. Ещё на полпути, как бы там, когда бежишь, выставляют такие столы, на которых можно остановиться и немножечко перекусить. То есть или попить водички, или сок там дают, или булочки, фрукты уже нарезанные, чистенькие. То есть вы представляете, такая полоса розовых маек бежит между полей, между виноградников уже по осени. Особенно, когда погода такая хорошая, солнечная. Вот, например, как сегодня, да, я вам потом покажу, как у нас красиво сегодня. То есть было бы здорово это, чтобы всё прошло без дождя. И вот останавливаешься, там можно перекусить и пошёл. То есть время никто не засекает, никто ничего там не. Мы стартуем все в одно и то же время. То есть в 10 сбор, вернее, в 10 уже выбегаем. И вот эта толпа этих тёток прут по всему городу, между посёлками, между полями, деревнями. И потом прибегает уже каждый, как может. Естественно, присутствует радио, там берут интервью, там ля-ля-ля. Это, ну, присутствует наш мэр, как бы и президент приезжает нашей агрикультуры. Очень известный человек, как бы, и он тоже всегда участвует, каждый год. Вот, ну и очень приятно. Мне, например, приятно участвовать в таком, в такой манифестации, потому что это какой-то вклад. Вклад именно в то, что чем потом мы пользуемся, как правило, получается, что маммографию я тоже делаю каждый год. И УЗИ, и какие-то вот эти исследования, это всё, это нужно. И это очень большая помощь нашей медицине. То есть у нас проводятся иногда даже какие-то воскресенья. Ездят, опять кот заходит. И стоят вот эти микроавтобусики такие, которые даже бесплатно можешь пойти сделать осмотр, если хочешь. То есть это, ну, естественно, это не просто там какой-то дядя на микроавтобусе приехал и меряет тебе там, делает тебе там узелий, маммографии. Нет, естественно, всё это от медицинского центра. Ну, это типа в качестве благотворительности, если кто хочет, может провериться. Вот, то есть наши деньги, наши взносы уходят в нужное дело. И это всегда приятно, быть частью этого. Значит, всего вам доброго. Очень рада была, что вы были со мной сегодня. Посмотрели, надеюсь, вам это видео понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки. Это мне помогает в развитии канала, мне помогает в просмотрах. И как бы YouTube меня тогда больше двигает и показывает. Мне это нужно, поверьте. Я очень стараюсь и всегда очень готовлюсь к каждому видео. И мне всегда хотелось бы иметь какую-то отдачу. Так что уже ваши комментарии очень классные и добрые. Всегда мне очень нравятся. Спасибо вам за это. И кто ещё не подписался, подписывайтесь на мой канал. Делитесь моими видео. Всего вам доброго. Пока-пока. Чао. Смотрите, какая красота у нас сегодня. Тявкает собака. Наш гранат уже осыпается. Мамочка собрала гранаты. Сейчас я вам покажу сбор. Так, вот эти вот гранаты были собраны, потому что они и трескаются, и и птички их клюют. Вот, сложили вот эти потресканные в коробки. Смотрите. Но они кислые. Хотя с йогуртом очень вкусно катать. Вот. Такие гранаты. Погода сегодня классная у нас, да. Погода супер. Хотя всю неделю шёл дождь, и даже были здесь у нас какие-то зоны, где был очень сильный ветер. И как бы говорили сидеть дома. Некоторые дети даже в школу не ходили. Было запрещено вообще выходить на улицу. Так, это мусорки. Ничего особенного. Ну вот. Как-то так.